Несколько россиян уже столкнулись с конфискацией автомобилей. Причем арестовать машину с российскими номерами могут не только на границе, но и на любой парковке. Дело пахнет конфискацией. Спасибо, что собаку не конфисковали, хотя такие случаи, мне сегодня дочь рассказала, тоже были. То есть люди отстранялись вот от этой немытой России? Друзья, всем привет! Ну что, уже у россиян забирают автомобили в Германии? Да, конфискуют автомобили на российских номерах в Германии. Боже, как забыла, да еще и где в Германии деды воевали. А сколько денег потратили, окучивая Германию и свою пропаганду там распространяя. А теперь забирают их там, обдирают, воют они. Ну а Мордану не дает покоя в Финляндии, а Лепсу отменяют концерты уже в Центральной Азии. Сейчас обо всем расскажу об этом. Вы, друзья, подпишитесь на канал прямо под описанием к видео. Кнопка черная, значит не подписанный. Нажмите. Отлично. Теперь нажмите кнопку рядом. Это кнопка палец вверх, лайк. Спасибо. И теперь вы помогли мне распространить это видео. Ну и пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Итак, друзья, пошла новая истерика на болотах. У россиян забирают автомобили на российских номерах в Германии. А в чем дело? Дело в том, что ввоз в ЕС российских автомобилей запрещен. А автомобили на российских номерах, они, собственно говоря, такими и воспринимают. И вот так они и собираются с ними поступать. Ну и уже это вызвало там истерики у россиян. Послушайте одного, который уже скажет, боже, боже, что же случилось? Ай-яй-яй. Послушайте, он говорит еще. Вот обратите внимание, он там говорит, суд хочу подать. Выхожу из машины, вижу, машина подъезжает в таможню. Находят таможенники, говорят, это ваша машина. Я говорю, да, это моя машина. Говорю, документы. Даю все документы. Паспорт, визу показываю, страховку, документы из таможни, права. Все-все-все даю. То есть не к чему было придраться. С точки зрения таможни, документов, проблем нет. Все четко, проблем нет. Но мы вашу машину вынуждены арестовать. Я такой, почему? Мне говорят, что вот с октября 2022 года въезд машин российских, там с номерами РФ, въезд запрещен. Я должен буду какой-то заплатить штраф, да. А вопрос, какой я должен платить штраф, если вы тут, ну, давайте говорить по-русски, беспределом занимаетесь, да. Я сразу сказал, что там жене адвокату, в таком случае однозначно подаю иск в суд на таможню, чтобы мне возмещали ущерб. Да. Смотрите, в суд он хочет подать. Ты в России в суд подай. Ну, действительно, в Европе-то есть суды, попробуй. Результат вряд ли будет какой-то. Видите, как тут о судах вспомнили? Ну, Европа же все-таки. Другая женщина тоже рассказывает, вот мы ехали, и мы такой путь. Хорошо, говорит, хоть собаку не конфисковали. Ай-яй-яй, посмотрите. История началась с того, что я проехала уже 4,5 тысячи километров. Я ехала на север в Мурманск для того, чтобы потом спуститься через Норвегию, Финляндию, Швецию, Данию и Германию, которой не миновать, чтобы приехать к детям в Париж. Сразу стало понятно, что это не полиция, мы ничего не нарушали. Мы спросили, что, в чем дело. Два с половиной часа они ничего нам не говорили. Ничего. Неприятное ощущение, что дело пахнет конфискацией. Спасибо, что собаку не конфисковали, хотя такие случаи, мне сегодня дочь рассказала, тоже были. Машина моей дочери. Она за ней числится. А я вообще забыла, дочь моя резиди, у нее, как это называется, сижур в НЖ во Франции. Вот ее муж, вот он живьем, вот француз. И вообще-то она в данный момент французская гражданка. Нет, машина русская. Ну и все это уже вылилось на центральная пропаганда ТВ. И Скобеев рассказывает, забирают русофобы у нас. Все забирают. Ну и объясняю, кстати, заодно почему. И дальше говорит, что запрещено и обувь, и ноутбуки. Так что скоро, наверное, будут и ноутбуки отнимать. Говорит, правда, пока не додумались. Додумаются. Послушайте. Так въезд на территорию Германии на личном автомобиле из России расценивает с таможенниками ФРГ как основание для ареста автомобиля. Ответила немецкая таможня на запрос РБК. Несколько россиян уже столкнулись с конфискацией автомобилей. Причем арестовать машину с российскими номерами могут не только на границе, но и на любой парковке. Настоящий беспредел. В перечне запрещенных Евросоюзом к ввозу из России товаров, помимо автомобилей, кстати, еще и обувь, ноутбуки, мобильные телефоны. Отбирать их безумные русофобы пока не додумались. В общем, некомфортно им. Друзья, это очень важная тема, потому что она говорит об ответственности россиян за все то, что происходит. Я выступал в парламентской ассамблее Совета Европы, говорил о том, что вы или боретесь против путинского режима, а если вы делаете вид, что вы не знаете, вне политики, бла-бла-бла, то адьё. То тогда вы будете нести ответственность. Вы не хорошие русские. Мы видим людей в Монако, Куршевель, Вина, Женеве, сидят в ресторанах и говорят, «Вы знаете, я русский, и я неутральный». Нет, вы не. Если вы хотите быть русским, не с словом «бад русским», вы просто нужно назвать «выль» как «выль». Вы просто не можете быть сломанным. Нет, вы просто нужно говорить, вы просто нужно говорить. И в этом случае, вы не можете быть просто русским. В других случаях, вы «бад русским», потому что вы имеете ответственность за то, что ваша страна делает. Хорошие русские – это те, которые освобождают Брянскую область от путинского режима. Это Владимир Карамурзак, который сидит в тюрьме за то, что боролся против войны. Вот хорошие русские. А вы – нет. Поэтому надо нести ответственность за все то, что делаете, или своим молчанием поддерживаете. Чтобы быть нормальным русским, надо просто выступить против войны. Вот такая история. А, кстати, они до чего додумались, друзья. Они, значит, на свои российские номера клеят украинский флаг. Посмотрите на это фото, значит, чтобы у них не забрали. Вот проходимцы, да? Вот такая история, друзья. Ну, в общем, давайте про плохого русского. Про Мордана. Он один из таких очень плохих пропагандистов, которого ждет скамья в Гаге. Он завыл, друзья, вовсю. И сейчас его забеспокоила Финляндия. Финляндия говорит, вот мы, такая, значит, немытая Россия. А Финляндия всегда, значит, хорошая, чистенькая. Ну, правильно говорит. И говорит, и так было всегда. Ну, так было всегда и будет, судя по тому, как вы себя ведете. Послушайте. Началось вот это вот все. Это вполне себе был политический шаг. То есть люди отстранялись вот от этой немытой России. Вот она для них немытая была в 95-м. Она для них немытая была в 2005-м или в 2015-м. Для них не менялось ничего. Россия это была фу, фу. А Финляндия? О, да, Финляндия, чистая Финляндия, конечно. Дальше он решил показать свое знание истории. Потому что Финляндия такая дыра была. Боже, только на соседстве с Россией-то и поднялась. А теперь где Финляндия, а где вы? О, у вас еще все впереди. Вы еще только летите в пропасть. Послушайте его. Финляндия, но тоже примерчик. Вот страна, которая, ну, стала страной во многом благодаря соседству с Россией, ну, которая называлась Советским Союзом тогда, ну, это не имеет никакого значения. То есть после войны Финляндия это была просто дикая дыра, нищая, голодная. Реально просто вот там народ голодал. И вот на этом соседстве финны просто вот великолепно себя чувствовали, зарабатывали. Не только Финляндия волнует Мардана. Естественно, больше всего его волнует, как они раньше говорили, ближнее зарубежье. Ну, то есть все то, что они хотят загробастать. И вот он говорит, настроение у него не очень. Говорит, Украину профукали. Вот так. Говорит, Кыргызстану и Казахстану много вопросов. Послушайте его. Главными направлениями, ну, когда-то являлась Украина, которую профукали. Белоруссия, Грузия, Узбекистан, Киргизия, по которому много вопросов. Казахстан, по которому еще больше вопросов. Вот это вот является стратегическими направлениями в моем представлении, непрофессиональным. А вопросов много будет еще больше. Вот тут тоже у них новый вой. Концерты этого... Лепса, который там сожженные леопарды, что-то там, какие-то премии раздает. Так почему-то не хотят больше Лепса видеть нигде. То в Казахстане отменили его концерты, теперь в Кыргызстане и Узбекистане отменяют его концерты. Да слушайте, так им всем скоро места нигде не будет. Тут машины забирают, тут концерты отменяют, тут пинком под зад, ну, а Мардана ждет Гага. Вот его ждет туристическая поездка в Гагу. Правда, только на скамью подсудимых. Но ждет. Друзья, вот такая история. Мне кажется, это очень важное видео. Помогите им поделиться. Она очень перед выходными поднимет настроение. Как россияне жалуются, что у них забирают машины. Ай-яй-яй-яй-яй.